В Ташкенте Сегодня минусовая температура, достаточно холодно, а вот в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, скорее всего, надвигаются дебаты относительно Государственной научно-медицинской библиотеки. В начале февраля наступившего года библиотеку пожаловал исполняющий обязанности министра здравоохранения Узбекистана. По словам сотрудников библиотеки, наш новый, пока еще не министр, но в качестве исполняющего обязанности, предложил перенести библиотеку в другое место. Стоит уточнить, что библиотека в данном здании, которая была построена в 1905 году, существует с 1935 года. То бишь, без малого, через 11 лет, эта библиотека достойно будет справлять свое столетие на этом месте. Наша библиотека Библиотека располагает огромным фондом, около 1 миллиона единиц хранений. Кроме того, у нас есть 14 филиалов в различных республиканских специализированных научно-практических и медицинских центрах города Ташкента. И наша библиотека является одной из самых старых библиотек, потому что в 1925 году мы будем отмечать 80-летие нашей библиотеки. Мы организованы очень давно, в 1935 году, и практически мы всегда служили людям, медицинским работникам, с целью повышения их профессионального уровня и проведения каких-то научных исследований. В начале этого месяца, в первых числах февраля, к нам приехал новый наш министр, министр здравоохранения. И с таким предложением, чтобы мы переехали в другое здание и освободили это здание. Я не поняла, для каких целей, но это было сказано, что это для улучшения работы нашей библиотеки. Хотя я хочу отметить, что в нашей книге «Отзывы по желанию» очень много больших и маленьких записей о том, насколько наша библиотека важна и какие благодарности сотрудникам библиотеки за тот труд, который они ведут по пропаганде той информации, которая имеется во всем мире по медицине. Было предложено проехать по тем местам, которые, и выбрать наиболее подходящее здание, новое здание для библиотеки. Почему начисто это? Он говорит, что это здание недостаточно большое, хотя у нас здесь располагается весь наш фонд. И мы пока не испытываем никаких дополнительных неудобств в связи с размещением фонда. Да, Сенбек Анбарович Худаяров. Он очень хорошо знаком с нашей библиотекой, потому что в 1917 году он был первым заместителем министра и курировал нашу библиотеку. Поэтому со всеми нашими проблемами он, конечно же, знаком. Но, несмотря на это, он считает, что все-таки библиотека должна освободить это здание и переехать в другое место, неизвестно какое пока, на мой выбор, что я не могу брать на себя такую ответственность, выбирать библиотеку. Потому что здесь уже все приспособлено под библиотекой. Да, конечно, это не типовое здание, но оно охраняется государством. Это историческое, само по себе уже музей. Я очень переживаю за судьбу нашей библиотеки, потому что все врачи, которые к нам приходят, и вот, в общем-то, мы узнали, я узнала от врачей, что там у вас происходит с вашей библиотекой. И когда уже пришла сюда в понедельник на работу, вот, в общем-то, узнала всю эту ситуацию уже досконально. И, конечно, мы все переживаем. Я от своего и от лица всех сотрудников нашей библиотеки выражаю сожаление сложившейся ситуации. И мы хотели бы, чтобы сохранилось это здание, историческое здание, и чтобы мы в этом здании продолжали свою работу. Мы отправили обращение в несколько организаций, в том числе в агентство по культурному наследию Узбекистана, в кабинет министров, в Али Мачлис, и на имя Саиды Шавката Мерзиёевой, с просьбой о содействии, вот, в разрешении нашего вопроса, в нашу пользу. Это здание историческое, и у нас есть свидетельства об этом, и мы зарегистрированы как здание 905-го года постройки. Было в свое время это здание построено специально под медицинское учреждение, и с тех пор является собственностью Минздрава. И поэтому, конечно же, мы не можем даже думать о том, что мы должны куда-то переехать. Потому что здесь нас все знают, наши читатели все абсолютно довольны нашим обслуживанием. У нас очень хорошо поставлена работа. У нас наряду с физическими источниками информации существуют еще и электронные источники информации, которые выставлены в канале Телеграм, виртуальная библиотека. Наша библиотека является уникальным хранилищем. У нас собрано в депозитарном фонде огромное количество книг 14, 15, 16, 17, 18 веков, что практически нет ни в одной библиотеке Узбекистана. Это я могу совершенно определенно сказать. Я сама очень люблю читать книги. Я, конечно, против, чтобы нашу библиотеку мы перенесли в другую сторону. Ну, как не зная, куда хотят они. Я это не в курсе, куда. Но, в общем, они собираются перевести нас. Я, конечно, против. Это очень удобная библиотека для наших читателей медицинской специальности, тут одни медицинские издания с 1888 года. Ну, в общем, уникальные. Вот и Бенсина, например, очень уникальная. Вот каноны Бенсина. Я сама несколько этих канонов прочитала, хотя я и не медик, но мне очень интересно читать. Библиотека в самом хорошем месте находится. Все доктора, кто сюда приходит, и новые начинающиеся, здесь они все знают, что здесь библиотека существует. Она существует у нас уже давным-давно. И они прекрасно знают, что есть здесь такая библиотека, государственная научно-медицинская библиотека. И все сюда приходят. Я даже не представляю, что какой-то читатель уйдет в другое место. Он туда и не пойдет. Он туда и не пойдет. Потому что это очаг, в котором здесь можно все, что нужно человеку, он должен здесь все получить. Я даже не представляю, куда потом пойдут эти научные сотрудники. Где они будут получать вот эту всю информацию, которая здесь сосредоточена, пользуется базой готовой. А господин Мудаяров сказал вам, что будет на месте этого здания? Ну, конкретно он, конечно, не сказал. Он сказал, что, скорее всего, это будет какое-то посольство. Более того, предложено даже было, что то здание, которое им дадут, его оснастят, его сделают все там очень суперсовременным. Будем довольны, будем счастливы. И есть некий меценат, который может все это спонсировать. В свете всех тех ситуаций, о которых мы уже слышали, о которых мы читали, которые освещает не только наша редакция, но и другие коллеги других СМИ, невольно возникает просто вот такая вот, скажем так, шальная мысль. Музей находится в самом центре города Ташкента. Поэтому, ну, тут уже непроизвольно начинаешь задаваться вопросом, а зачем, зачем переносить библиотеку, которая здесь находится уже более 80 лет, в какое-то другое место? Конечно, ответ он здесь тоже, конечно, не может быть однозначным, предполагать мы тоже не будем. Поэтому очень бы хотелось бы от господина Худоярова и от Министерства здравоохранения Республики Узбекистан услышать внятные и очень раскрытые комментарии относительно в это здание. Я просто хотела напомнить, напомнить тем, кто не знает, кто не в курсе, что в настоящее время практически из пяти основных республиканских библиотек ведомственных, будем так говорить, сельскохозяйственная библиотека, техническая библиотека республиканская, педагогическая библиотека. Все эти библиотеки, фундаментальная библиотека Академии наук, все эти библиотеки, как бы из этих библиотек осталась только наша библиотека и библиотека Фундаментальной Академии Наук. Все остальные библиотеки перестали существовать по той простой причине, что их переселяли несколько раз. В разных местах был утерян фонд. Был утерян фонд технической литературы практически, утерян фонд сельхозной литературы. И вот сейчас переселили педагогическую библиотеку, республиканскую педагогическую библиотеку. И ее статус сделали библиотеку университета. То есть понизили ее статус и переселили на Челанзар в здание колледжа какого-то. Все книги связаны, так же, как и сельхозбиблиотекой. Все связано, ничего не используется. И уникальный фонд, который располагал эта библиотека, находится в очень опасном состоянии. Поскольку наш фонд является уникальным и практически во всей Центральной Азии нету такого больше другого фонда по медицине, такого серьезного наполненного фонда. Поэтому мне хотелось бы защитить этот фонд и оставить его на прежнем месте, потому что каждый переезд связан с потерей, с утерей определенного количества книг. Это уже доказано, что населен пожар, и каждый переезд населен пожар. И сохранить для потомков это уникальное наследие. Эти книги, эти книги Авиценны, которые у нас хранятся, которые практически в единственном экземпляре остались на арабском языке, первоисточники. И очень много других книг, которые, в общем-то, основоположников медицинской науки как в Узбекистане, так и в мире. Поэтому очень бы не хотелось бы никуда переезжать и оставить, чтобы этот фонд остался здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова